Кто из вас любит смотреть в одиночестве видео в полной темноте? Это риторические вопросы, не отвечайте. Ты же нажал на это видео? Явно ты смелый и смотришь его в полном одиночестве, а может даже и в темноте. Может лучше позовешь кого-то, чтобы сидел рядом, смотрел этот ролик? Да? Нет? Ну ладно, данный ролик весьма пугающий, жуткий, ужасный, устрашающий. И да, повторюсь, не рекомендую его смотреть в одиночестве. Однако, если ты очень смелый, можешь рискнуть. Мы на канале Зомби Чеза. Начнем. Мужчина по имени Кит Берриса стал замечать странные происшествия в своем доме. Он заснял на камеру то, что вы никогда не видели ранее. Смотрим. Кит говорит, что начал испытывать странные события после переезда в новый дом. Он выяснил, что ранее дом принадлежал, по иронии судьбы, гробовщику. Кит утверждает, что в его доме обитает много сверхъестественных существ. Кстати, он в своем доме. Субтитры сделал DimaTorzok Реакция Кита на такое пугающее происшествие на удивление спокойное. Видимо он уже привык к подобному. Неведомая теневая сущность из ниоткуда появляется, прыгает на пол и исчезает. Мужчина в своих любительских видео часто утвердал, что уже видел сотни подобных происшествий, живя в этом доме. Вновь появляется эта теневая жуткая фигура. По последней информации Кит уже выставил дом на продажу и в нем оставаться жить не собирается. Исследователь заброшенных зданий во вьетнамских деревнях столкнулся со зловещим. Прямо перед ним появился обезглавленный призрак. В этом видео он исследовал самое известное призрачное здание во всем Вьетнаме. Мы можем наблюдать полупустые комнаты и залы здания. Внешние дворы, поросшие травой. Место давным-давно заброшено. Поначалу все кажется вполне нормальным и ничего необычного произойти не должно. Со всех сторон появляются странные голоса, громкие стуки, на что автор реагирует истерическим криком и призывает прекратить кто бы это ни был и показаться. Он был уверен, что его просто кто-то пугает. Но... Когда наступила тишина, оператор заходит за угол здания во внутренний двор и перед ним появляется странный силуэт. Часть кадров мне придется заблюрить, так как по правилам ютуба подобное запрещено показывать. Подойдя ближе, мы видим реального призрака, который весь в крови, в руках держит вероятно свою оторванную голову, а может даже и отрезанную, по которой все стекает. А на месте, где должна быть голова, торчит часть шеи. Это не одно из тех видео, где ничего нельзя разобрать. Даже видно, как голову, которую он держит, настоящая. Тут все выглядит довольно реалистично и пугающе. Перейдя в телеграм-канал и посмотрев оригинал видео без замыливания, вы сможете детальнее рассмотреть из Кромсона-го призрака, который явно выглядит непостановочно. Автор в диком шоке подходит ближе к этому силуэту и пытается разглядеть его более детальнее. Обезглавленный призрак долго стоял на одном месте, пока не кидает в автора свою голову, после чего автор убегает прочь с дикими воплями. Оригинал видео без замыливания, без блюра, со всеми деталями и со всеми подробностями этого происшествия вы сможете посмотреть в моем телеграм-канале Чизоид. Не кликбейт, не кликбейт, пост за 14 декабря, а также раз туда перешли, подпишитесь на телеграм-канал, там вы будете следить за эксклюзивными мистическими видео, которые не найти на обычных просторах интернета. Часть из них запрещены для показа, а также мои личные исследования самых аномальных пугающих мест мира, психологические и мистические эксперименты. Жду вас в моем телеграм-канале Чизоид, ссылка на экране и в описании. А мы продолжаем. Девушка по имени Рия недавно переехала со своим мужем и двумя кошками в новый дом. Вскоре кошки начали вести себя очень странно. Все паранормальные необъяснимые явления, произошедшие в этом доме, сняла камера видеонаблюдения. Смотрите. Рия отдыхала на диване, смотрела телевизор и выпивала шампанское. Рядом с ней ползают кошки, явно неспокойные, и что-то их тревожит. Вскоре, без причины, вазон с цветком падает вниз. Девушка подскакивает от страха и начинает ругаться. Явно она удивлена и напугана произошедшим. Смотри, свои лапы не убил, ай-ка. Смотри, свои лапы не убил, ай-ка. Что странно, камера видеонаблюдения сама по себе также медленно начала падать вниз. Позже, следующей ночью, когда она спала с мужем в спальне, что-то странное начало происходить в их доме. Корзина для белья скользит по полу сама по себе. Какая-то невидимая сила сбрасывает вещи с полки. Даже после этого события, муж Ри все еще пытается убедить ее, что все это случайность, и тут нет ничего паранормального. После чего, они услышали странные звуки в подвале. Они спускаются вниз, а дабы отыскать источник шума. Когда происходит следующее? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Процесс. Это ремень. Да, это происходит. О, глядь! Что ты за хрень? Хорошо, нужно идти. 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 Даже самый скептик поверит в мистику после такого. Индонезийские ребята прогуливались тропинкой вдоль леса. Снимали друг друга на камеры, как они умело стреляют из лука по целям. Когда замечают болотного монстра, который начал взаимодействовать с ними. Неизвестное жуткое существо выглядывает из болота. Оно волосатое, в грязи, со светящимися глазами. И подает признаки жизни. Удивленные парни подходят к нему поближе, чтобы понять, что это за существо. Почему я так не ссор? Я уже ссор с него. Я вот. Слышь! Муку уже сомалор. Это как-то кризис. Это там бус. Это там бус. Это там бус. Попробуй. 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 Как болотный монстр? Как. Если внимательно прислушаться, можно услышать как болотная тварь издает что-то похожее на рык. Удивленные парни разглядывают этого монстра, но остерегается подойти к нему ближе Как вдруг существо начинает медленное движение и подплывает к мостику ближе, на котором стоят люди Оно пытается с ними контактировать Вскоре оно с молниеносной скоростью ныряет под воду и уплывает прочь До конца я пытался разобраться в том, что это может быть какое-то грязное мокрое животное, которое сложно разобрать Но я даже предположить не мог, что оно такое А вы что думаете? Пишите в комментариях, чем является это болотное чудовище Это девочка-лунатик или что-то другое? Это страшное видео, опубликованное на реддите и стало очень популярным в сообществе Девочка стоит прямо на своей кровати, пустым взглядом смотрит вперед, слегка покачиваясь Через некоторое время в комнату входит мать девочки и в панике стремительно выносит ее Но девочка по-прежнему пристально смотрит на что-то Хотя некоторые предполагают, что девочка просто лунатик, но я не уверен в этом Смотрите на не отрывающийся от чего-то взгляд девочки, когда мать ее выносит из комнаты Это реальное, волнительное видео, где мы можем видеть, что происходит внутри дома Когда землетрясение магнитудой 7 баллов было в ноябре 2018 года на Аляске Камера видеонаблюдения показывает, как домовладелец начинает чувствовать землетрясение Быстро хватает своего ребенка и мчится в безопасное место И тут начинается настоящая жесть Другие члены семьи также бегут на выход Вот кадры снаружи этого дома Хотя кажется, что все закончилось относительно быстро Сильное землетрясение нанесло серьезный ущерб городу и унесло сотни жизней Счастливая семья говорит, что они живут в доме, которому 300 лет И этот дом преследует паранормальные сущности По всему дому установлены камеры видеонаблюдения, чтобы следить за детьми На этом видео вечером после ужина один из детей сидит за обеденным столом со своим ноутбуком Когда происходит следующее Два стула необъяснимым образом двигаются сами по себе Один из них опрокидывается и падает на пол Девочка быстро кладет наушники и спешит найти папу Это еще не все Спустя около часа происходит вновь странное в этом же месте Невидимая сила толкает стакан со стола и пугает собаку А вот кадры двора, опять же таки в эту же ночь Два призрачных силуэта подходят к дому и прямо перед входом на крыльцо испаряются Что думаете об этом событии, произошедшем в этом доме? Все мы знаем, что вероятно собаки могут видеть призраков И часто они пытаются защитить нас, людей, от них Вот пример этому Собака по имени Реддитер Рано утром пытается защитить хозяина от чего-то невидимого Автор видео отмечает, что его собака продолжала двигаться взад и вперед Как будто она наблюдала за чем-то движущимся в другом конце комнаты Хозяин собаки поясняет, что до этого момента они жили здесь около года И собака себя не вела так У них даже нет в доме тараканов, грызунов или насекомых На что собака могла отвлекать свое внимание Я не могу сказать, что эти кадры следует воспринимать как точное доказательство того Что собака на самом деле видит призрака Но я уверен, что этот пес что-то странное чувствует Того, чего мы не видим Это жуткое видео было размещено на Реддит Австралийским пользователем с подписью Мой друг заснял на камеру настоящее мифическое существо Вероятно, Скин Уокер Была поздняя ночь, когда они столкнулись с этим странным существом Выглядывающим из-за дерева У него бледная кожа, светящиеся глаза, вытянутое тело Совершенно ничего общего с человеком Ребята сначала подошли из любопытства поближе Увидели странное движение Но когда существо появилось Они закричали и сразу же убежали прочь Что думаете? Что бы вы сделали, если бы по ночам из вашего холодильника постоянно пропадали продукты? Именно это постоянно происходит у владельца этого жилища Он установил скрытую камеру на своей кухне и был потрясен тем, что она засняла Это видео со скрытой камеры стало очень популярным во всем мире Этот неизвестный подковыривает снизу щель и открывает окно Кот с правого кадра этому очень был не рад Человек покрыт то ли грязью, то ли сильно избит Всовывается в окно и кажется, что он пытается залезть внутрь Видимо, замечает, что хозяева дома не спят и горит свет И он ускользает обратно Может он камеру заметил, испугался этого Такое чувство, что все его тело покрыто опухшими венами И очень странно светятся глаза Так у человека светиться не должны Я не могу однозначно понять, что с ним не так И чем закончилась эта история Что думаете об этом? Девушка по имени Карла поделилась этим странным видео в ТикТок Она заметила необычный сбой реальности Машина стоит посреди дороги, разбитая в хлам Можно предположить, что здесь произошла ужасная авария Люди собираются вокруг Один из толпы появляется из ниоткуда Этот парень выглядит так, как будто он появляется из ниоткуда И его вообще никто не видит Да на него особо и не реагируют и другие Хотя на первый взгляд может показаться, я думаю Что он просто был вне поля зрения Сливаясь с этой толпой справа Угол попадания в кадр делает его похожим на путешественника во времени Что думаете об этом странном явлении? Эта супермама спасла своего ребенка от ужаса, который скрывался за пределами На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как мать и ребенок выходят из дома через парадную дверь А мимо них в слепой зоне скользит гигантская кобра Сначала не заметила мать ядовитую змею Потом среагировала и успела спасти своего ребенка от смертельного укуса Когда змея выгибается, чтобы нанести удар Мать мальчика проскакивает молниеносно мимо нее и спасает сына Кобра медленно уползает, пока они наблюдают уже с безопасного расстояния Повезло, что пацан не наступил на змею И что мать так быстро среагировала Это видео было опубликовано в ютуб парнем по имени Феликс Мужчина вышел из своего дома на прогулку И когда решил проверить, закрыл ли он входную дверь Перед ним появился странный силуэт в окне гаража Он вытащил свой телефон из кармана и заснял вот это М어�... Operator R Ranch РАДО dropping ЛАД Interview ЛАД ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно увидеть бледное жуткое лицо, наблюдающее за Феликсом из окна. Когда мужчина подходит ближе к гаражу, таинственное лицо исчезает. Может ли быть, если, конечно же, это не постанова, что это призрак? Что скажете? Если бы с вами произошло то, что произошло с этой девушкой, вы бы поверили во что угодно. Потому что это точно доказало бы вам, что в доме, прямо за вашей спиной, кто-то из потустороннего мира стоит. Женщина по имени Лорен Коунс, которая живет в доме посреди леса, с тех пор, как она переехала, она не может избавиться от ощущения, что в доме ее что-то преследует. Лорен изо всех сил старается игнорировать это чувство, но затем было бесчисленное множество случаев, когда ее собака начала замечать что-то зловещее. Хотя большинство из этих инцидентов довольно жуткие, но самое последнее видео, которое было снято камерой видеонаблюдения, безусловно, самое страшное. Это произошло ближе к полуночи, когда в гостиной Лорен происходило следующее. Женщина пишет, игнорировать это и речи быть не может. Я задокументировала, что смогла и обращаюсь к людям за помощью. Вот кадры, которые были засняты. Субтитры сделал DimaTorzok Собака Лорен начинает скулить перед тем, как предмет падает сам по себе. После этого происшествия, дверной звонок начинает звонить сам по себе, поскольку кадры не показывают никого у входной двери. Многие зрители заявили, что открывать двери после призрачного звонка не было хорошей идеей. По их мнению, то, что находилось снаружи, теперь внутри. Следующий инцидент полностью подтверждает эти предположения. Три часа ночи происходит это. Смотрите. Вдруг Лорен что-то дергает за волосы. Лорен подумала, что это сделала ее кошка, но осмотревшись, она поняла, что кошки рядом нет. Вы можете себе представить, что она чувствует в этот момент? Она в диком ужасе. Что думаете, Лорен действительно преследует призраки, или это все можно объяснить логически? Пишите ваши предположения в комментариях. Парень по имени Фернандо загрузил в интернет несколько кадров, которые заставили людей сильно испугаться. Кадры были сняты во время ночной смены на вокзале. Мы видим двух железнодорожников, идущих вдоль путей. Сзади идет оператор. Фернандо снимает поезд, который они проходят мимо. Посмотрите, сможете ли вы заметить что-нибудь странное, когда они проходят? Они, кажется, даже не замечают что-то странное, смотрящее на них из вагона поезда. Обратите пристальное внимание на окна поезда. Вы можете увидеть жуткое лицо, смотрящее на вас. Лицо поначалу трудно разглядеть сквозь темное окно. Силуэт белый, с темными и запавшими глазами. Оно появляется только на мгновение, прежде чем рабочие в ночную смену двигаются дальше по рельсам, и не осознают, что за ними наблюдает что-то зловещее. Если вам понравилась новая часть 15 страшных видео, которые не стоит смотреть в одиночку, и вы бы хотели видеть продолжение третью часть, всего лишь нужно поставить лайк, тем более вы досмотрели до этого момента. Подписку нажать не забудьте, а мы скоро увидимся. С вами был Зомби Чез, до новых встреч, пока.